Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Как и обещал, сегодня будем разбирать укладку бюджетного теплого пола. Для примера возьмем электрический теплый пол Вармкоин. Его обычно укладывают под плитку или керамогранит. Изготовлен он в Корее. Это лучшее качество по минимальной цене. Компания Вармкоин также выпускает пленочные инфракрасные полы, которые будем разбирать в следующем ролике. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. И особая благодарность тем, кто лайкнет и сделает репост. Ссылку на компанию, где можно проконсультироваться по данному теплому полу и его заказать, я оставил в описании. В комплект входит теплый мат, гофра для датчика терморегулятора и такая инструкция по эксплуатации, которую необходимо изучить перед установкой теплого пола. Размеры данного теплого пола 2 квадратных метра. Это мат шириной полметра и длиной 4 метра. Для того, чтобы уложить его на необходимую площадь, его нужно адаптировать. Это делается путем разрезания подложки теплого мата. Производитель гарантирует работу в течение 15 лет. В теплом мате применен современный экранированный двужильный греющий кабель. Экран снижает магнитное поле. Также к нему подключается заземляющий провод, что повышает его электробезопасность. Диаметр кабеля около 4 миллиметров, что позволяет уложить его под плитку, практически не поднимая уровень пола. Вот я уложил теплый пол. У меня получилось два одинаковых мата. Я накрыл пол шириной 1 метр и длиной 2 метра. Я резал подложку с помощью таких вот ножниц. Главное не задеть греющий кабель. Вообще можно использовать любые ножницы. И что меня удивило, что к данному теплому полу прилагаются две гофры. Как понимаю, одна гофра для силового кабеля и одна гофра для датчика. Причем гофра для датчика имеет заглушку. Это упрощает монтаж датчика теплого пола. Если бы мы порезали этот теплый пол на три части, то у нас бы получился прямоугольник 1,3 метра на полтора. Но не всегда нам нужен именно прямоугольный пол. Тогда приходится комбинировать. Иногда приходится нарезать подложку вот таким образом. И у нас получается уже одиночный кабель. При прокладке одиночным кабелем важно учитывать именно вот этот шаг, чтобы не делать его меньше. При укладке теплого пола следует учитывать отступы теплого пола от стенок и теплого пола от мебели, под которой затруднена циркуляция воздуха. По инструкции этот отступ должен быть не менее 10 сантиметров. Но если вы хотите сэкономить на стоимости теплого пола, а также электроэнергии, то я рекомендую укладывать теплый пол в тех местах, где вы реально ходите. Я обычно от стенок отступаю 20 сантиметров. Под столовой группой, это стволы и стулья, я такой пол ложу. А между теплым полом и кухонным гарнитуром я делаю минимальный отступ 10 сантиметров, так как обычно к нему подходят плотную. Чтобы подложка данного теплого пола хорошо клеилась, то стяжку или бетонное основание необходимо тщательно вымести, а лучше пропылесосить и потом обработать грунтовкой. Дождаться, пока грунтовка высохнет, и только тогда ложить теплый пол. Это также нужно для лучшей адгезии плиточного клея с бетонным основанием или стяжкой. Теперь устанавливаем датчик теплого пола. Сам датчик должен располагаться посередине, между витками нагревательного кабеля. Причем желательно саму гофру тоже располагать между витками нагревательного кабеля. Для чего это? Если, допустим, гофра будет под углом, и сам датчик окажется не в конце, а где-нибудь в другом месте, то он может оказаться вблизи нагревательного кабеля. И в результате терморегулятору он будет давать неверные показания. И в общем система теплый пол будет работать неправильно. После того, как мы нашли, где будет располагаться гофра с датчиком, берем маркером и через сетку отмечаем на стяжке, где у нас будет находиться гофра. Потом отворачиваем теплый пол и делаем штрабу под гофру. Заводим заранее датчик теплого пола в гофру. Доводим его до упора. Вот наша заглушка, которая не позволяет попасть плиточному клею внутри гофры. Потом эту гофру закрепляем в штрабе с помощью гипса и выкладываем теплый пол на место. Следующим этапом формируем место для установки терморегулятора. Обычно терморегулятор ставят над местом, где подходят стенки гофра датчика теплого пола. Терморегулятор удобнее ставить на высоте установки выключателей. Это обычно 90 сантиметров. Под терморегулятор делаем углубление, чтобы установить подрозетник. И делаем штрабу вниз для гофры и силового кабеля. Обычно эта штраба делается размером 2 сантиметра на 2 сантиметра. Особое внимание стоит уделить этому месту. Радиус загиба должен быть не меньше 5 сантиметров. Чтобы это обеспечивать обычно полу и в стенке делают в этом месте углубление побольше. Это необходимо для того, чтобы у нас не было проблем, если при ремонте придется заменять датчик теплого пола. Следующим этапом заводим силовой кабель подрозетник. Для этого нам нужно углубить муфту. Также с помощью маркера отмечаем, где находится наша муфта и углубляем, отвернув теплый пол. Также обращаю внимание на эту муфту. Ее тоже желательно углубить. Также желательно углубить сам кабель, который идет под розетнику. Потом укладываем гофру и силовой кабель в вертикальную штрабу и закрепляем гофру и этот кабель в штрабе при помощи гипса. При этом всю штрабу замазывать не надо. Достаточно их примазать местами. Главное, чтобы ни гофра, ни сам провод, ни гипс не выступал за пределы стены. Чтобы они не мешали работе отделочников. Последним этапом под розетник заводим питающее напряжение для терморегулятора. Запитать его можно от ближайшей розетки или распаечной коробки. Если у вас теплый пол мощностью больше 2 кВт, то его рекомендуется запитать отдельным кабелем от распределительного щита и подключить его на отдельный автомат. Если у нас теплый пол находится во влажном помещении, то необходимо теплый пол подключать через УЗО или дифавтомат. Теперь измеряем сопротивление теплого пола. Подключаем к конце мультиметра провода. Смотрим, у нас получается 167 Ом. Согласно инструкции, должно быть сопротивление 156 Ом. Небольшое отклонение от сопротивления возможно. Также я рекомендую проверить напряжение 220 Вольт на подводящем кабеле. После того, как мы все проверили, закрываем гофру с помощью изоленты, для того, чтобы туда не попала штукатурка и шпаклевка. Изолируем все подходящие провода и вкладываем их в подрозетник. В таком виде провода останутся до чистового ремонта, когда вы будете устанавливать терморегулятор. Видео о том, как установить терморегулятор, у меня есть на канале. Ссылку на них я оставлю в описании. Проглаживаем этот теплый пол, приклеивая его к основанию. В местах, где плохо приклеивается теплый пол, можно закрепить его с помощью Т-крепежа или дюбель гвоздей. После того, как полностью закрепили теплый пол, я рекомендую взять миллиметровую бумагу и зарисовать схему расположения этого теплого пола. Особое внимание стоит уделить зазорам между теплым полом и стенами, а также между теплым полом и мебелью. Также стоит на схеме указать, где находится концевая муфта, вот эта муфта и та же, где находится датчик пола вместе с гофрой. Это необходимо сделать для того, что со временем расположение теплого пола забывается. Если вам что-то придется крепить к полу, то можно по схеме узнать, стоит ли в этом месте сверлить или не стоит. Этот листок лучше хранить вместе с инструкцией для теплого пола. Проверьте, чтобы правильно был заполнен гарантийный талон. Как это все сделали, необходимо весь этот теплый пол залить плиточным клеем толщиной от 5 до 8 миллиметров, так, чтобы нагревательный кабель оказался в плиточном клее. Только после того, как плиточный клей высохнет, можно подключать этот теплый пол. При этом учтите, что подключать теплый пол без терморегулятора запрещено. В следующем видео мы будем рассматривать, как уложить пленочный теплый пол. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Свой опыт укладки теплого пола, а также свои вопросы по ролику, задавайте в комментариях. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых роликах.